Парни, всем привет! С вами Давадым и сегодня мы находимся в очень крутом месте под названием Молбери Лаунж, который находится по адресу Новоясеневский проезд 9, так что обязательно забегайте и давайте посмотрим на это заведение. Это маленькое, хорошее, уютное заведение с панорамными окнами и с хорошим видом. А самое главное, что это заведение находится в 100 метрах от метро Ясенева. Так что погнали смотреть, что у нас есть. У нас есть вот такой вот пакет, то есть вот такой вот портфель, рюкзак, мешок под сменную обувь. Да, очень полезно, кстати, если у вас есть племянники, братишки, сестренки, то обязательно к покупке этот кальян, потому что такого пакета для сменной обуви вы не найдете нигде, да? Ну, а все самое интересное кроется внутри, когда этот кальян под названием Jetpack Hook'а пришел ко мне, и я начал его разглядывать, и я начал ловить дикие глюки. Да, мне было очень непонятно, и я не мог на этом кальяне сфокусировать зрение, то есть так, чтобы я его видел четко. Это очень крутая идея. Давайте, собственно, посмотрим на эту шахту. Выглядит она вот так вот. Прикольная, да? Я прям реально до сих пор не могу на ней нормально сфокусироваться. Красивая? Да, мне тоже понравилась. Шахта, получается, у нас неразборная, то есть я когда пробовал ее разобрать, но у меня это не получилось. То есть кальян российский, стоит без колбы, просто за, грубо говоря, сумочку, мундштук, шахту, блюдце и коннекторы 7800, ну, около 7800. Это, я думаю, вполне приемлемая цена. Здесь есть еще диффузор, который очень интересно тоже придуман, то есть ты просто откручиваешь такую заглушечку, да, и у тебя, собственно, открываются отверстия для диффузора, то есть ты снимаешь, да, то есть если раньше ребята делали все немного наоборот, они накручивали диффузор на стандартную шахту, да, то теперь здесь нужно открутить стандартную шахту, чтобы получить ебучий диффузор. Скажу так, что по обработке кальян не идеальный, то есть именно вот эта декоративная часть, она прям выглядит пиздато, и на ней прям реально сложно сфокусироваться, да, но если обращать внимание на такие мелкие-мелкие детали, как резьба на многих элементах, а их здесь всего два, это под чашку и, собственно, сам диффузор, то резьба здесь закоцанная-закоцанная, и прям вот тяжело-тяжело так заходит, да, когда маленькую девочку дефлорирует. Так, снизу у нас два рабочих отверстия, один под шланг, второй под продувку. Продувка здесь, скорее всего, идет вертикальная вниз, да, учитывая, сколько количества здесь дырок, и сразу возникает вопрос, как же добраться до шарика. А, все просто, я уже понял. Чтобы выкрутить нам шарик, нам нужно выкрутить, скорее всего, вот эту вот шайбу, которая держит, да, все это стопорную шайбу, и мы доберемся до клапана. Ну, сейчас мы, собственно, все это попробуем прокурить, посмотреть, как это все продувается. Курим мы табак-бакар на угле фанконе. Вкус у нас грейпфрут, поэтому, собственно, погнали, соберем его. Так, это еще не все по комплекту, да? Давайте я вот так вот вам красиво поставлю. Будет стоять? Да, будет стоять. Так, давайте смотреть, что у нас есть еще. У нас есть мундштук, что нижняя погружная шахта, что верхняя шахта, которая находится под декоративной накладкой, тоже из нержи, что мундштук у нас тоже из нержи, обычный классический мундштук с гравировочкой джетпак. Так, что касается шланга, шланг, скорее всего, самый обычный софт-тач, то есть, если раньше софт-тач-то было, типа, уебать, софт-тач, то сейчас это самый обычный шланг софт-тач. Очень хорошего сечения, толстенький, перегибаться не будет. Так, да, давайте смотреть, что еще. А, есть у нас блюдца. Блюдца я еще не видел. Так, а, но в пленочке даже, да? Круто. Да, блюдца у нас в пленочке. Я его еще оторваю, потому что я такую хуйню люблю пиздец отрывать. Да. Собственно, здесь лазерная гравировочка. Джетпак. Блюдца не тонкая, не толстая, немного фигурная. Это круто. То есть, да, блюдца просто так не погнется. Джетпак сразу вспомнил игру на айфоне, помните? Джетпак Joyride называлась. Что-то такое, вот, если помнишь ее, ставь обязательно лайк, да? Так. Ага, где коннекторы? Так, сейчас я поставлю. Секунду. Стой, сука. Стоит. Так, здесь еще не все. Здесь есть коннекторы. И есть еще какие-то ништячки в виде, как я понял, наклеек. Так, давайте вначале посмотрим, что у нас за наклеечки и чем ребята, собственно, занимаются. Да, здесь все наклеечки стилизованы джетпаком. Собственно, вот такая наклеечка есть. А есть и из Симпсонов. Есть и зомби, тоже с джетпаком. Ну, этот, плант зомби. Да, и все, только... А, нет, есть еще маленькие. Есть этот пёссель, блядь. Да? И все. Ну, прикольные наклеечки. Очень круто на макбук наклеим. Так. Есть у нас коннекторы. Давайте посмотрим. И здесь у нас тоже с вами, ребятульки, есть эти, как его, наклеечки, да? Так, у нас есть о-ринги, комплект. Два комплекта о-рингов. Которые, скорее всего, идут на коннекторы, которые, собственно, тоже на о-рингах, да? Укомплектованы резиночками. Резиночки не самого ебейшего качества, да? Вот что пониже, примерно, как большинство жителей России, да? Как бы не было грубо сказано, но так и есть. Не элитные, не мажорские резиночки. Так, ну и здесь тоже две наклеечки. Так, давайте, собственно, соберем все это. Колбочку, хуёлбочку. Странно то, что блюдце было сверху заклеено, а снизу нет. И сразу видно, что снизу оно не полировано, а вот сверху ребята немного подполировали его. Да, есть маленькие косички, маленькие заусенцы, причем особенно на пластике. Их очень видно, то есть немного не зашлифовали, как положено. Да, то есть примерно разглядывать, то это все видно. Так, давайте собирать. Чашечка у нас уже прогрелась. Так, у нас есть колба. Вот так все сделаем. Так, мундштук. Ну, на самом деле, знаете, ребят, скажу, что чем проще мундштук, тем как бы он удобнее. Лично мое мнение такое. Я все равно мундштук никогда как бы за мундштук не держу. Я всегда держу за шланг. Так, все сильно засовывать не будем, потому что это будет такой ебняк сейчас, да? Так, у нас есть здесь. Так, посмотрим, как папка в мамку заходит, гладко или нет. Да, молодец, мамка не растянулась. Так, наша чашечка уже прогрета, хорошо. Так, мы ее поставили. Ну, что, как говорится, с Богом. Давайте взорвем, посмотрим, что у нас получится и как этот кальян продувается, какая у него тяга. Ну, и в конце, собственно, подведем итоги всего, да? Так, мы сейчас курим без диффузора, потому что я не фанат диффузора. И есть такое классное бульканье. Я думаю, вы его слышите, такое прям четкое, резкое. По тяге, я вам скажу так, чуть-чуть тяжелее, чем легкая тяга. То есть, грубо говоря, 12 миллиметров, да, погрузная шахта. И, как бы, очень комфортно курится. Да, собственно, я даже не удивляюсь такой продувки, потому что 2019 год, это год, как так сказать, продувок, да? У кого-то вверх, у кого-то вбок, у кого-то прямо, да? У кого-то вниз. И здесь, собственно, вниз. Ну-ка, давайте-ка, продувается ли колб. Да, все нормально продувается. А, нет. Или да. Нормально. Скажу так, продувается легко, затопить, ну, вряд ли можно. Ну, конечно, любой колян может затопить, если постараться, да? Но именно в обычной, стандартной, дефолтной продувке при курении ты его не затопишь. Что касается декоративной шахты, она очень интересная, но не новая. Похожую шахту мы видели у кальянов Дуду Мастер. Кто помнит, да, Дуду Мастер? Такие старые, добрые кальяны, которые были, наверное, года три назад. Что с ними сейчас я вообще в душе не ебу, но были такие кальяны, как Дуду Мастер. И очень похожи. Если примерно еще смотреть, то я больше чем уверен, то это верхняя накладка. Если ее все-таки открутить, да, то ее можно будет спокойно поставить на альфу. Грубо говоря, смотря на этот кальян, мы видим много других кальянов. Основание не стандартной формы. Я вот такие не люблю, когда основание шире, чем горлышко колбы, да, самая широкая, собственно, грань. Мне не очень это нравится, потому что немного оно как-то выливается с общей концепцией. И носить не очень удобно. По курению довольно-таки интересно. То есть ты не куришь так, чтобы это было легко и устаешь. И не так тяжело, чтобы прям уже в таталочку уставать, да. То есть тяга максимально комфортно-средняя. Ну, ребятам скажу сразу, что портфель под сменную обувь надо бы сделать покруче немного. Если они укомплектовывают это вот в такой вот джетпак, да. Реально, джетпак для сменной обуви, блядь. То, конечно, надо бы сделать его покачественнее, покрасивее. И, конечно, я думаю, поменять шрифт. Этот шрифт очень похож на эти. Кто помните, помните такую программу раньше в дисках продавали для Pentium 3-4-х? Называлась она DJ, 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 что-то CDJ. И вот там можно было рисовать граффити. Там был вот такой основной шрифт а-ля типа граффити. Так что им надо будет поработать над этим. Логотип, в принципе, дохуй с ним. Основание у нас не пробрендировано никак. И поэтому просто посмотреть на него. Если ты не посмотришь на блюдце, ты не поймешь, что за кальян тебе вынесли. В целом, ребят, я скажу, довольно-таки круто. И мы сейчас с собой немного покурим. Посмотрим еще пару моментов. Я хочу его еще раз посильнее продуть. А пока напомню, что мы находимся в Кальяной Мулбери, которая находится по адресу Новоясеневский проезд 9. Не, ну кайф. Ничего у нас не течет. Не течет. Поэтому все как бы окей. Это кальян джетпак. За 7800 без колбы. Грубо говоря, 8500 с колбой вместе. Также в стоимость входит у нас мундштук, шланг, блюдце, коннекторы. И дополнительные 2 о-ринга. И, наверное, еще положат вам тоже прикольных, интересных наклеек. Так что это Дава Дым. Всем пока. Это Малбери Лаунж. Обязательно забегайте сюда. Кто живет рядом, потому что от метро здесь буквально 100 метров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok